Я хотел посмотреть как раз на «Мёртвые души». И девушку свою, соответственно, пригласил. Мы пришли на открытие театрального сезона. Почему пришли на открытие театрального сезона? Ну вообще-то всегда интересно. Не знаешь, что ждать. «Мёртвые души» вспомнить хотим в 70 лишних лет. Думаю, за что поставили мне оценку когда-то, я не помню ничего. Зал драматического театра вновь заполнен. Ажиотаж вызван стартом нового 230-го творческого сезона. За лето пензенцы соскучились по этому виду искусства. И при первой возможности поспешили приобрести билеты. Рады началу юбилейного года и сами артисты. Ведь для них встреча со зрителем всегда особенное событие. Мы каждый день, каждый раз чем-то удивляем. Поэтому мы не удивлять хотим. Мы хотим радовать, хотим развиваться. И чтобы с нами развивался наш пензенский зритель. Потому что без движения, без развития невозможно. Не только театр. Вообще ничего невозможно. Открыть юбилейный сезон решили не премьерой. Наоборот, в качестве первого спектакля после летнего перерыва выбрали проверенную классику «Мёртвые души». Как отмечают в драматическом театре, эта постановка стала одной из самых кассовых в прошлом году. И даже 17-й по счёту показ пользуется спросом. Боже ты мой! Это кто же так искусственно вышивал каём? Вашу жена! Вы! Это я! Такой зрительский ажиотаж в областном драматическом театре планируют поддерживать. Не в последнюю очередь за счёт премьер сезона под номером 230. А их планируется немало. Естественно, будут идти спектакли старые и новые. Есть много планов у театра, потому что буквально уже в конце месяца, 30 сентября, премьера спектакля «Театр» по роману «Сомерсета Моэма». Это юбилейный спектакль «Заслуженный артистки России» Натальи Старовой. Потом через месяц премьера спектакля по пьесе Островского «На бойком месте» к грядущему 200-летию со дня рождения драматурга. Кстати, планируют в новом сезоне порадовать и юных зрителей. По традиции к Новому году для них готовят детскую сказку.